Привет! Это видео поможет твоему учителю. Наверняка у вас есть такая проблема, что вашим ученикам неохота учиться и они перестают вас слушать. Чтобы исправить ситуацию, вам всего лишь нужно придерживаться нескольких правил. Первое правило. Начнем с самого простого. Чтобы ученикам было интересно учиться, надо, чтобы им было удобно учиться, особенно в период дистанционного обучения. Для начала вместо длинных аудиосообщений отправляйте им текстовые сообщения, потому что их можно быстрее прочитать. Второе правило. Теперь что-то более сложное. Ученикам не нравятся скучные обычные уроки, объяснения тем и то, что в обычных школах. Вместо этого подойдите к этой теме творческой. Например, отправляйте по вашей теме ссылки на видео уроки иностранных языков, известных в YouTube блогеров. Я могу вам порекомендовать несколько каналов, по которым я учила английский и немецкий языки. Первый. Немецкий с Еленой Удаловой. В этом канале преподаватель немецкого языка рассказывает, как выучить немецкие глаголы, существительные, программатику, а также делиться своим опытом. На этом канале уже 135 тысяч подписчиков, что подтверждает, что людям интересно смотреть видео на этом канале. Второе. English Maria. В этом канале учитель английского Мария Батхан рассказывает, как легко запомнить времена, предлоги и еще много про английский язык. В этих видео используется много шуток, что делает видео еще интереснее. Третье. LinguaTrip TV. Это один из двух каналов компании LinguaTrip, которая помогает людям поступать в зарубежные вузы, поступать в языковые школы, учить английский за рубежом. Они часто выкладывают полезные видео, как разговаривать на английском, как носитель, также про слова на английском языке и про грамматику тоже. Пробуйте все три канала. Надеюсь, это вам поможет. Еще что можно добавить? А, точно. Еще одно правило. Если вы хотите объяснять тему сами, используйте те методики, которые используют авторы каналов, которых я упомянула ранее. Это не только поможет вашим ученикам, но и вы потренируете свои педагогические таланты. Например, Елена Удалова в своих уроках делится способом, как запомнить слова, если трудно. Это ассоциации. Да, они поможут вашим ученикам лучше запоминать слова. Немного о втором совете. Вы можете проверять, что ученики запомнили про эти видео, которых вы отправили им. Но будьте осторожными. Не проверяйте, как обычные школьные учителя. Спрашивайте с точки зрения вашего ученика. Например, мне очень понравился этот ролик. А вам? Тогда они сами начнут рассказывать про те эмоции, которые они получили в результате просмотра этого ролика. А затем они начнут вспоминать, про что был этот ролик. Надеюсь, это вам понравилось и будет полезным. Пробуйте, старайтесь. Желаю удачи вам. Ну что еще? Ну ладно, я сама попробую эти советы. Ладно, пока тогда. Может быть, нет. Ну ладно, ладно, пока.